Выполним некоторую настройку чертежа в Inventor. Для начала из файлов образцов Inventor откроем сборку тележки. Создадим чертеж этой тележки. На вкладке пояснения ESKD изменим формат чертежа на A2. На вкладке размещения видов выберем базовый и разместим базовый вид на чертеже. Установим масштаб 1 к 10. Выбираем место для расположения вида и указываем место для расположения вида сверху, нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем создать. Отредактируем вид, выберем отображение скрытых линий. На вкладке пояснения ESKD выберем маркер центра. Проставим осевые линии для колес и центрального отверстия. Дальше выберем линия бисектриса. Проставим осевые линии на виде сверху. Далее проставим некоторые размеры на чертеже. Проставим наружный диаметр колеса. Расстояние между колесами. И размер центрального отверстия. На виде сверху проставим габаритный размер. Как видим, линия размера диаметра колеса проходит через центр окружности. А линия второго размера диаметра прерывается. Чтобы ее продлить, нажмем правой кнопкой мыши по размеру. Выберем настройки и поставим галочку выноска из центра. Теперь линия проходит через окружности. Сохраним чертеж. На вкладке управления откроем редактор стилей. Здесь производится настройка стиля чертежа. В частности можно настроить слои. Выберем видимый контур и изменим для него цвет. Выберем синий и нажмем ОК. Также можно настроить вес линий для данного слоя. Дальше выберем слой маркер центра. Изменим для него цвет на оранжевый. Осевые линии сделаем красными. И размерный слой сделаем зеленым. Можно также изменить другие настройки. Затем все настройки можно экспортировать, сохранив их в отдельный файл. И затем импортировать для любого другого чертежа. Выбрав тот же файл и открыв его. Закроем настройки. Видим, как изменились цвета слоев в чертеже. Выберем вкладку Размещение видов и выберем сечение. Создадим сечение по колесу. Правой кнопкой нажмем по сечению и выберем поворот. Выполним поворот вида на 90 градусов. Переместим вид в свободное поле чертежа. И изменим его масштаб. Установим масштаб 1 к 5. Дальше проставим осевую линию для колеса. По ESKD, если мы повернули вид, нужно ставить значок повернуто. Как видим, в стандартных обозначениях такого значка нет. Создадим его. На вкладке Управление в панель Определить выберем функцию Символ. И создадим нужный символ. В эскизе нарисуем окружность диаметром 7 мм. Дальше с левой стороны оставим точку. С помощью зависимости горизонтальности выровняем точку с центром окружности. Из этой точки проведем влево отрезок длиной 2,5 мм. И затем симметричным этому отрезок также длиной 2,5 мм. Выделим точку, которую мы поставили и сделаем ее точкой вставки. Нажимаем принять эскиз. Введем имя обозначения. Повернуто. И нажмем сохранить. Для вставки созданного обозначения откроем в браузере папку чертежный ресурс. В ней эскизные обозначения. И выберем повернуто. Нажимаем двойным щелчком мыши. И выбираем место для вставки. Далее с помощью перетаскивания можно отредактировать расположение значка. На вкладке управления выберем создать еще один символ. Рисуем окружность диаметром 5 мм. Далее вертикальный отрезок длиной 5 мм. И отрезок вправо длиной 3 мм. Расставим угол наклона второго отрезка 60 градусов. Получили значок строповки. Выберем нижнюю точку. И сделаем ее точкой вставки. Принимаем эскиз. Введем имя обозначения. Строповка. И нажмем сохранить. Перейдем на вкладку пояснения ЕСКД. И поставим выноску из центра центральной окружности. Создаем выноску. Текст вписывать не будем. И вставим значок строповка. Дальше перейдем на вкладку управления и создадим еще один символ. Создадим подпись разработчика. С помощью сплайна можно создать эту подпись. Предварительно можно вставить отсканированную подпись и затем просто обвести ее сплайном. Таким же образом можно создать набор подписей всех разработчиков, проверщиков и на определенном этапе вставлять их в чертеж. Итак, завершим сплайн. Выберем начальную точку сплайна и сделаем ее точкой вставки. Принимаем эскиз. Принимаем эскиз. Введем имя обозначения Иванов и сохраним. На вкладке пояснения ЕСКД откроем основную надпись. Запишем автора Иванов и нажмем ОК. В этом случае разработчик берется из свойств модели. Поэтому откроем модель, тележку. Откроем ее свойства инвентар. И на вкладке документ запишем автора Иванов. Нажмем применить и закроем свойства. Как видим на чертеже изменился разработчик. Теперь вставим из эскизных обозначений подпись. Таким образом можно создавать различные нестандартные обозначения для чертежа. Сохраним чертеж и закроем его. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.